С новых кадровых решений началось заседание Ивановского правительства. На должность руководителя аппарата назначен Владимир Калинкин. Он будет курировать департамент внутренней политики, отвечать за взаимодействие с региональным парламентом. Владимир Николаевич пришел 8 лет назад к нам в команду. По той программе, которую я объявил сразу с началом работы в правительстве Ивановской области, когда мы с вами приглашали молодых выпускников вузов. Речь на заседании шла о доступном жилье и услугах ЖКХ. Первая половина года в плане ввода жилья в эксплуатацию, по словам губернатора, чаще всего провальная. В основном квадратные метры выбрасывают на рынок ближе к концу года. По темпам строительства регион приблизился к показателям советского периода. Например, в 80-е годы в эксплуатацию ежегодно вводили 200 тысяч квадратных метров жилья. В этом году сдадут 230 тысяч квадратных метров. А это значит, ипотеки все актуальнее. Господдержку в форме субсидий для отдельных групп населения чиновники предлагают расширить. Предлагаю первоочередное предоставление субсидий семьям, имеющим трех и более детей, а также семьям, имеющим детей инвалидов. Ранее первоочередное предоставление субсидий данным категориям граждан не предусматривалось. В голосе строителей позитива куда меньше. Тенденции к удешевлению квадратного метра жилья ждать не стоит. Скорее наоборот. Стоимость земли в городе Иваново по последним аукционам дошла до 60 миллионов рублей за земельный участок аренды в год. То есть при возможности построить на этом земельном участке 20 тысяч квадратных метров, за три года нормативный срок строительства в структуре себестоимости цена земли будет составлять 9 тысяч рублей. Прибавьте сюда 30 тысяч рублей себестоимость строительства и какая будет цена продажи. Микрорайон Московский, Рождественский, Новая Ильинка. Строят многоэтажки в основном в Иванове и Кохме. Осваивать свободные площадки в других городах региона инвестор не спешит. Нам же нужно тоже двигаться дальше. Ну что же мы в одном городе Иваново все строим и строим. Я понимаю, что рыба ищет где глубже, а человек где лучше. И конечно инвесторы с удовольствием идут в первую очередь в город Иваново, потому что здесь спрос больше, цена выше, все логично. Я вам хочу сказать, что напрасно строители не идут в Тейково, например. Абсолютно напрасно. В помощь маленьким городам губернатор предложил провести строительный форум. На нем главы муниципалитетов смогут отрекламировать инвесторам свои свободные участки.